На днях мы снова побывали в многодетной семье Яркулёвых. Портрет этой семьи мы начали писать 4 года назад. Наблюдали, как она растёт, как быстро взрослеют её младшие члены. Отслеживали все главные события, происходившие у Яркулёвых. Яркулёвы будут представлять Подмосковье на всероссийском конкурсе «Семья года». Региональный этап этого всероссийского конкурса проходил в конце мая в Подольске. За пора представлять Московскую область на федеральном этапе боролись 13 подмосковных семей в 4 номинациях. Многодетная семья, молодая семья, сельская семья и семья-хранитель традиций. Яркулёвы на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» заняли первое место в номинации «Сельская семья». Вначале у нас были стихи, мы читали про семью, потом мы пели песню про маму, всем мамам посвящаются из Индиго, а потом мы рассказывали немножко о нашей семье, как зовут кого, и закончили, да, все вот крупными такими большими словами, хором все про семью. Папа тоже стихи выучил? Папа тоже стихи выучил. Молодец. Юркулёвы уже побеждали в больших конкурсах. В 15-м году в Московской области подвели итоги регионального конкурса среди многодетных семей «Мама Подмосковья ТОП-10». И в этом областном конкурсе победила Елена Юркулёва в номинации «Доброе сердце». Мать трех родных детей и шести приемных на конкурсе ее семья была одной из самых представительных. Поскольку все дети в этой семье увлекаются либо каким-то видом искусства, либо спортом, то самопрезентация семьи Юркулёвых не могла не покорить жюри социального конкурса. Моя семья – надежда и опора. Моя семья – душой тебя люблю. Пусть обойдет нас злоба, зависть, ссора. Моя семья – тебя благотворю. Если кто-то думает, что опека – это такой своего рода бизнес, то они плохо знают условия, на которых дети передаются опекунам на воспитание. За каждый рубль необходимо отчитываться. Каждый рубль, выдаваемый государством, должен быть строго потрачен на конкретного ребенка. Естественно, этих небольших денег не хватает. Но когда семья большая, финансовые трудности не стоят на первом месте. Многочисленные дни рождения, успехи в школе и в кружках, поездки на море – у Юркулёвых постоянно есть поводы для праздника. – Обучение закончилось. – Обучение, да, обучение закончилось. И самое сложное, наверное, это школа. Школа, и вот они, наверное, вот эти двойки. – Сейчас лет организовывают, чем они? – Да, сейчас самое сложное – это, да, действительно. – Да, бездельно, чем они были. – Потому что начинаются гулянки. Ты им говоришь, давайте сколько-то времени гулять, а сколько-то времени давайте разграничивай свое временное, что ты чем-то занимался. – Больше 100 друзей, друзей-то просто гуляют, ничего не делают? – А у нас нужно дома сначала сделать спецзадание. Кто на что, да, кто палить, кто прополоть, кто трава, кто гладит. У всех свое задание, они выбирают, кто что будет делать, и тогда уже, если сделали, тогда уже можно гулять. – А между собой как? – Хорошо. Вообще, ну, как сплоченная вообще семья. – Наша телекомпания поздравляет замечательную дмитровскую семью Яркулевых с победой на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». И мы желаем этой большой и дружной семье победить на федеральном этапе Всероссийского конкурса. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!